Рынок Казахстана в этом году индекс казахстанской фондовой биржи прибавил 60 процентов. Поэтому, если бы вы вложили 1 января 100 долларов, обменяли бы их на тенге и вложили бы их в акции, то сейчас у вас было бы больше, чем 160 долларов, если бы вы поменяли обратно. Это казалось всем совершенно глупые идеи в январе этого года, когда все четко понимали, что тенге владеть не надо, надо владеть долларом. Но могу от себя сказать, что мы одни из главных бенефициаров того, что происходило на казахстанской фондовой бирже, потому что у нас в течение этого года был один из самых больших портфелей. Мы очень много вкладывали в бумаги на казахстанской фондовой бирже. Я не зря за это все дело агитировал. И даже несмотря на то, что индекс вырос на 60 процентов, Казахстан остается одним из самых недооцененных рынков с точки зрения стоимости своих активов, в голубых фишках в том числе. Мы за 10 лет в тенге минус 37 процентов, учитывая рост этого года. За 10 лет в тенге активы подешевели на 37 процентов, накопленный убыток. Безусловно, это неправда. Ну то есть вы сами живете в Казахстане, вы понимаете, что ничего здесь за 10 лет в тенге на 37 процентов не подешевело. То есть мы уж молчим про потребительскую инфляцию, которая ну прям далеко не плюс 37, уж тем более не минус 37 процентов за 10 лет. Но в целом все стало дороже, и наши национальные компании, и многие другие вещи, которые наш индекс формируют, они тоже стали дороже за эти 10 лет. Поэтому я не удивлюсь, если в следующий год рынок получил нужный импульс, и рынок получит еще, рынок начал испытывать и приток капитала, определенный приток спекулятивного капитала. Рынок пережил очень хорошее здоровое оживление, в том числе на рынке рефинансирования. У нас нормально стал развиваться рынок, в том числе кредитования под залог ценных бумаг. Он начал достигать и приближаться, начал хоть как-то стремиться к тем уровням кредитования, которые есть на развитых рынках. Рынок межбанковский стал функционировать нормально за последние полгода ситуация финансовой системы нормализовывается. Ставки по-прежнему очень высокие, но проблем с деньгами уже нет. Собственно, хорошо росли локальные компании. КИГОК в этом году прибавил больше 40 процентов. Нам за него не стыдно. Мы много за него агитировали, сами владельцы большого пакета. Кастрансойл, собственно, халык банк. Не исключено, что в следующем году мы продолжение этого ралли увидим, а в целом индекс казахстанской фондовой биржи, будучи пусть и таким очень игрушечным в глазах многих инвесторов, и очень маленьким, с маленьким объемом торгов, с такой для понимания многих ненастоящим, он уже очень настоящий и может стать одним из самых быстрорастущих, в том числе и потому, что здесь не только фундаментальная недооценка есть. Фундаментальная недооценка может десятилетиями сохраняться на рынке. Здесь еще дело в том, что следующий год будет очень богат на большое количество корпоративных событий, на такие корпоративные события, как приватизация, продажа крупных госпакетов, слияние поглощения на рынке, изменение крупных акционеров. Эти события грозятся произойти чуть ли не с каждым имитентом, входящим в индекс казахстанской фондовой биржи. Причем я говорю именно о голубых фишках сейчас. И когда происходят крупные сделки с акциями, хочешь не хочешь, сколько бы ты не продолжал не замечать наличие фондового рынка, он пробивается наружу и если у тебя идет приватизация по цене, грубо говоря, на 30 процентов дороже, чем или на 50, на 80 процентов дороже, чем сейчас идут торги на косе, как мы понимаем, в этих условиях торги на косе не смогут не достичь того уровня, по которому будет выкупать крупные инвесторы этот пакет. А очень часто будет происходить именно так в обозримом будущем, даже не только в силу приватизации, когда становится очевидно, что биржа откровенно занижает цены многих наших активов. Ну и когда, в принципе, акционеры начинают продавать какие-то свои крупные пакеты кому-то, как мы понимаем, что если есть несколько акционеров, и один из них выкупается другим и выкупается по принципиально более высокой цене, чем цена, которая сложилась на бирже, это публичное событие, которое как минимум должно дать возможность всем продать по той же самой цене. Да и к тому же, зачем покупать что-то за 80, если его можно на бирже начать покупать по 30, сначала выкупят с биржи в этом случае, прежде чем объявлять об этой сделке. Именно это, в том числе, будет приводить стоимость наших активов, пускай не к высоким значениям, но к каким-то чуть более справедливым, а это может, опять же, учитывая, насколько насыщен будет будущий год, и финансовый центр Станы даст какие-то толчки, и многие сделки слияния поглощений, приватизационные сделки, они уже начнут происходить в следующем году, а рынок всегда живет в будущем, рынок всегда живет ожиданиями сделок, бумаги начинают собирать перед сделками, а не в момент, когда они происходят. Поэтому не исключено, что казахстанский фондовый рынок тоже переживет, будет одним из самых быстрорастущих рынков в следующем году, как бы это ни было странно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok